Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Валентина Чебичек. В Санкт-Петербурге сегодня начал работу Международный арктический форум «Арктика. Настоящее и будущее». Мероприятие ежегодно подводит итоги общественной дискуссии по арктической теме, а также формирует повестку взаимодействия власти и общества по освоению арктической зоны России. Ненецкий округ на нем представляет заместитель губернатора Сергей Сурков. На форуме запланированы более 30 пленарных заседаний, сессии и круглых столов. Участники обсудят современные подходы к развитию арктической зоны России, обновление ледокольного флота для обеспечения безопасности при проводке транспортных судов, организацию полигонов испытаний арктической техники и материалов, перспективы реализации нефтегазового потенциала шельфа Арктики. Среди ключевых вопросов также планы арктических регионов по развитию опорных зон и механизмы государственной поддержки. На мероприятии организуют выставку, посвященную реализуемой в Арктике проектам и технологиям для ее развития. Главным итоговым документом Международного форума станет резолюция – свод общественных предложений и инициатив по развитию российской арктической зоны, которая ежегодно направляется в органы государственной власти. Строительством и содержанием «Зимника» будет заниматься Наринмар Дорьемстрои. По итогам прошедшего открытого конкурса, окружное предприятие предложило цену примерно на 100 миллионов ниже начальной. Контракт с победителем заключат на три года. При определении победителя учитывались два критерия – цена, предложенная участникам закупки, и квалификация подрядной организации, в том числе наличие оборудования и материально-технических ресурсов, а также опыта работы, связанного с предметом контракта. Всего в открытом конкурсе участвовали три организации. Помимо Наринмар Дорьемстроя, предложившего выполнить работы за 297 миллионов рублей, были Усинское ДРСУ и «Стройуниверсал». Начальная цена, заявленная на конкурсе дирекции транспорта и дорожного хозяйства Ненинского округа, составляла около 390 миллионов рублей. В окружном департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта отметили, региональный «Зимник» впервые будет строиться по заранее разработанному проекту. Документация, разработанная СЕФ-транспроектом, позволит избежать многих проблем. С которыми в округе сталкивались при эксплуатации «Зимника» в прежние годы. Потому что это действительно впервые заказали именно проект, который можно назвать искусственным сооружением. «Зимник» – это искусственное сооружение, которое будет построено по всем ГОСТам, СНИПам, соответственно, с градостроительным кодексом. Если ранние «Зимники» готовились к хозспособам, по-другому не назовем, и если происходили какие-то нештатные ситуации в виде аварии, то получалось, что у людей произошла авария в тундре, где нет привязки ни к каким-то знаком, ни к полосам, ни к каким-то опознавательным знаком. Ничего этого не соблюдалось. То в этом проекте уже все это предусмотрено. Общая протяженность трассы автозимника в сезон 2016-2017 года составит около 86 километров. В последующие два года, с учетом ввода участка строящейся автодороги Наринмар-Усинск, она сократится до 72 километров. Подрядчику предстоит организовать четыре ледовых переправы через реки Шапкино, Лаево, Шлая и Харияха. Ширина проезжей части традиционно составит 6 метров. Расчетная скорость движения от 30 до 50 километров в час. На крутых спусках и подъемах будут дежурить бульдозеры. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установят хорошо заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров. В этом сезоне на временной дороге организуют три дорожно-ремонтных пункта. Срок строительства зимней автомобильной дороги составит 30 дней. Планируется, что зимний будет функционировать около 120 дней. Организацию совместных программ в регионе и ситуацию в банковской сфере в целом по стране глава региона Игорь Кошин обсудил с представителями четырех банков, представленных на территории Ненецкого округа. Встреча прошла в профессиональный праздник – День банковского работника. На сегодняшний день на территории региона работают отделения и дополнительные офисы Сбербанка России, финансовые корпорации «Открытие», ВТБ и Московского индустриального банка. Очень здорово, что у нас в Упруге увеличивается количество структур, оказывающих банковские услуги. Мир меняется постоянно. И, наверное, к сожалению, а может быть к счастью, я думаю, недалек тот день, когда физические офисы, наверное, прекратят свое существование по большому счету. Их будет все меньше, меньше и меньше. С одной стороны, это сложности и неудобства для населения, а с другой стороны, это возможность в самых удаленных уголках нашего округа оказывать банковские услуги и делать это относительно недорого для клиентов. В ходе встречи отметили некоторые совместно реализуемые проекты. В частности, в регионе с марта 2015 года успешно действует проект со Сбербанком России «Безналичный округ». Он направлен на повышение качества жизни населения НАУ, в том числе доступности услуг в сельских поселениях. Развиваются интернет-сервисы, которыми могут пользоваться клиенты банков в поселениях для проведения платежей, оплаты услуг, переводов, погашения кредитов без посещения офисов. Еще один проект – 5-процентная ипотека. В рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий Московский индустриальный банк с декабря прошлого года осуществляет выдачу жилищных кредитов с применением ставки 5% годовых. «Потихонечку начинаем раскручивать на рынке совершенно новый продукт, так называемая наша 5-процентная ипотека. Было очень много пессимистов в этом плане, но, тем не менее, постепенно увеличивается количество жителей округа, берущих 5-процентную так называемую ипотеку. И в то же время мы потихонечку пытаемся создать рынок жилья, то есть строительство жилья именно в рынок, а не исключительно на бюджет. И я вам хочу сказать, что если в прошлом году был один застройщик, то в этом году уже появляется второй застройщик». Кроме того, банки активно развивают сеть торговых терминалов, помогают округу в опережающем северном завозе, а также приобретать в лизинг различную авиатехнику. В ходе встречи губернатор обратился к представителям банков с двумя просьбами увеличить в дальнейшем спектр и качество услуг, а также развивать малый бизнес. Игорь Кошин также отметил, что малый бизнес – это своего рода зона риска, поэтому администрация округа готова выступать гарантом. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны. На 97-м году жизни ушел Петр Михайлович Спирехин. Фронтовик участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в обороне дороги жизни был тяжело ранен. Прощание с ветераном состоится во вторник в 11 часов в Центре «Лидер». Всем без вести пропавшим воинам посвящается. В России отметили День неизвестного солдата. В память о каждом солдате, пропавшем без вести в году Великой войны. 3 декабря в России отметили День неизвестного солдата. В каждом городе России и страны СНГ у военных мемориалов прошли митинги, объединившие родственников погибших, ветеранов, представителей органов власти и общественных организаций. В Наринмаре митинг традиционно прошел у обелиска победы. Для Валентины Шпановой День неизвестного солдата семейно значим. Война забрала на фронт двоих братьев – Федора и Владимира Сидоровых. Их призвали из деревни Бугаева, республики Коми в 1941 году. Старший – Федя, а второй – Володя. Володя пришел с фронта, а вот старший погиб и без вести. Так им написали – без вести погиб. Мы не знаем. А где он воевал? Я говорю, он попал на финскую, финскую. А там, где уже, куда его отправили, мы не знаем. Никаких документов не сохранилось, ничего нет. А в каком году даже неизвестно? Ну, это в 1941, наверное, сразу или в 1942, может, неизвестно даже. Я уже сначала надеялась, а теперь уже я потеряла всякую надежду. Думаю, не знаю, навряд ли. Пока и убру, наверное, так и не дождусь. Надежды, потерявших на войне родных и близких, таких как Валентина Александровна, сбываются благодаря неуёмным стараниям поисковиков. В Ненецком округе восстановлением имён и памяти неизвестных солдат занимаются Патриотический клуб поиск в посёлке Красное, региональное отделение поискового движения России и известный краевед Вера Буркова. По мнению ветерана Великой Отечественной войны Василия Самойлова, именно эти люди не дают современному поколению забыть имена бойцов. Ведь, если подумать, каждый пятнадцатый солдат округа остался неизвестным. И я отдаю долгие Вере Бурковой за то, что она открывает эту страницу, за то, что она борется за то, чтобы мы помнили тех, кто не пришёл на родную землю и тех, кого даже не знают, где похоронить. Согласно данным Книги памяти Ненецкого округа, в ряды Красной армии были мобилизованы 9383 человека плюс сотни добровольцев. Они воевали на Северном и Балтийском флотах, Карельском, Волховском и Ленинградском фронтах. Дожила до победы и возвратилась на родину только треть всех солдат и офицеров. Из погибших не все были найдены. Именно им посвятила свою поисковую работу Вера Семёновна. Благодаря её усердию практически восстановлены имена погибших земляков андикчан. Сегодня они заняли своё почётное место на обелиске победы в Андиге. Каждый год краевед отправляется к братским могилам Ленинградской, Мурманской, Псковской и Смоленской областей, где воевали жители округа, активно сотрудничает с военкоматами. Словом, делает всё возможное, чтобы воскресить имена героев Великой войны. Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Пётр Михайлович Спирихин. Уроженец Пустозерска до войны служил на полуострове Рыбачий в Курсантской роте. В начале войны его курсантам направили в Ленинград, доучиваться в военно-инженерное училище. На Волховском фронте его назначили командиром роты в сапёрный батальон стрелковой дивизии, которая обороняла Ленинград. Пётр Михайлович участвовал в операции по прорыву блокады Ленинграда. В 1943-м во время минирования его тяжело ранило. После лечения бойца комиссовали в Архангельск и отправили в Наринмар. В июне этого года ему исполнилось 96 лет. Губернатор и администрация Ненинского автономного округа, администрация и совет городского округа город Наринмар, администрация и совет заполярного района, окружной совет ветеранов войны и труда, отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», региональное отделение Всероссийских политических партий, КПРФ, Единая Россия и Родина, выражают глубокие соболезнования родным и близким Петра Михайловича. Прощание с Петром Спирихиным состоится во вторник, 6 декабря, в 11 часов в детско-юношеском центре «Лидер». Социально-гуманитарный колледж празднует юбилей. На протяжении 85 лет учебное заведение готовит специалистов в разных областях и обеспечивает предприятия округа профессиональными кадрами. Ни много ни мало. Одно из старейших образовательных учреждений округа Социально-гуманитарный колледж имени Иванова Учейского отметил свое 85-летие. По случаю столь значимой даты во Дворце культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены представители власти, преподаватели, студенты, выпускники и все, для кого Пет-колледж успел стать родным. Социально-гуманитарный колледж является практически ровесником ОК, за его 85-летнюю историю поменялся не один руководитель. Открывались новые направления подготовки студентов. Педагогический коллектив пополнялся новыми преподавателями. Но всех объединяет одно – любовь к своей профессии. Историю колледжа делают люди. И мы бесконечно благодарны педагогам-ветеранам, многие из которых практически всю сознательную жизнь отдали нашему учебному заведению. А бесчисленные выпускники, получившие знания в области педагогики, информатики, экономики, медицины, культуры – это лучшее подтверждение востребованности колледжа. Одна из выпускниц педучилища – Ульяна Истомина. 20 лет своей жизни она посвятила любимому учебному заведению. Из них 4 года учебы и 16 лет работы директором. Наринмарское педагогическое училище выполнило самую главную задачу в истории развития округа. Оно ликвидировало неграмотность. Первые выпускники ехали в Тундру, работали в Красных Чумах, работали в Рыбацких Станах. Те первые выпускники отдали все свои молодые силы округу. И то, что мы сегодня имеем, заложено там. В свое время педагогическое училище обеспечивало кадрами не только Весненецкий округ, но и Мизенский, Лешаконский и Пинежский районы Архангельской области. Наринмар студенты ехали за знаниями, а потом возвращались к себе домой уже высококвалифицированными специалистами. И по сей день социально-гуманитарный колледж пользуется успехом. Отношения педагогов и студентов, то я бы сказала, что они очень доверительные и демократичные. И когда первокурсники приходят к нам учиться, они бывают не готовы к таким взаимоотношениям. И им кажется, что это все не должно быть так, а потом привыкают и начинают оценивать эти отношения. О доверительных взаимоотношениях говорят и сами студенты. Для многих из них колледж стал вторым домом. Очень приятные педагоги, очень хорошие. Они всегда относятся доброжелательно, помогут, если что-то не так, и не дадут просто так уйти из колледжа. Мне нравится в колледже. Когда я первый раз пришла, я подумала, что это мой второй дом. Очень хорошие учителя, все добрые, отзывчивые. Всех люблю. Люблю колледж, он мне нравится. За 85 лет выпускниками учебного заведения стали тысячи высококвалифицированных специалистов. Они работали и продолжают трудиться не только в округе, но и за его пределами. И по-настоящему хорошее учебное заведение, которым является колледж, отличается, прежде всего, умение понимать нужды региона. Готовить тех специалистов, которые востребованы, которые, получая квалификацию, тут же имеют возможность применить свои знания на практике. И мне хочется пожелать коллективу, то есть его успехов. Мне хочется пожелать студентам, чтобы они получали востребованные знания. За личный вклад в развитие образования в Ненецком округе и по случаю 85-летия колледжа бывшие нынешние работники учебного заведения удостоены почетными грамотами и благодарственными письмами. Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Они делают жизнь округа ярче, интереснее и содержательнее. Молодежные детские и общественные объединения Ненецкого округа в 15-й раз собрались вместе. На традиционной ярмарке были представлены всевозможные студии, кружки, клубы интересов и объединения. Благодаря их работе дети и молодежь региона открывают в себе таланты и занимаются творчеством. Своими руками изготовить глиняный сосуд можно теперь и в Наринмаре под чутким руководством Александра Лапановича. Приверженец всего нового и интересного с удовольствием делится своими находками с детьми. В его студии идут занятия по рисованию песком к гончарному делу. Буквально два месяца назад открылся кружок робототехники. Она позволяет все, что в школе преподают, математику, физику, все это увидеть, как это в жизни применяется. То есть любая математическая формула, будучи заложена в робота, позволяет ему выполнять определенные действия. Ездить по траектории или брать предметы или распознавать предметы. То есть все это основано на науке, а именно этого и не хватает детям в школе увидеть, как то, что им преподают, как оно вообще реализуется в жизни. Конструирование, рисование, фото- и видеосъемка, лоскутное шитье – это лишь малая часть направлений, доступных Наринмарцам. Общественные объединения дают выбор в творчестве. Хочешь – играй в ненецкие шахматы, хочешь – создавай скульптуры из металла. Недавно в столице региона открылась мастерская «Моторика», где можно обучиться электросварке. За этот месяц где-то два человека были до 18 лет и три человека, там уже люди старше меня в два раза. Ну, в принципе, пришли, я им всё показал. И они начали практиковаться. Кто-то прям сам ранним утром приходит, у кого время есть, кто-то вечером. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы переехали в другое помещение, более крупное, где я уже смогу чисто по модулям разделить работу и больше людей к нам поместится. С каждым годом в Ненецком округе появляются и новые направления физкультуры и спорта. Так, в октябре 2016 года официально зарегистрирована Окружная федерация армрестлинга. Я его люблю за то, что это, можно сказать, один из самых демократичных видов спорта. Вот. Он не требует каких-то там сверхспособностей и он не самый такой, как бы, агрессивный. То есть каждый может от мала до велика показать свою силу, вот, помериться силами. Поэтому такой спорт, он не только у нас, он по всей стране, по всему миру в последнее время набирает огромную популярность. Традиционно на ярмарке наградили молодёжь и объединения, которые достигли успехов в уходящем году. Среди награждённых семья Вокуевых Николай, Наталья и четверо их мальчишек стали победителями первого всероссийского конкурса «Семья года-2016». Для участия в престижном соревновании супруги составили презентацию о своём семействе, что было совсем несложно. Семья ведёт активный образ жизни, занимается спортом. Трое сыновей ходят в музыкальную школу, а старший сын Костя уже имеет награды по тэквондо. Я участвовал в соревнованиях, летал в Москву, Архангельск, Санкт-Петербург, Волгоград, Казахстан. И вот здесь тоже участвовал. От Костей стараются не отставать и младшие братья. Я хожу в музыкальную школу, ещё хожу на робототехнику и хожу ещё на плавник. Также награда за вклад в реализацию молодёжной политики округа ждёт Людмилу Деткову. Она стала финалисткой всероссийского конкурса «Чайка», посвящённого полёту в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Эксперту управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу присуждено почётное общественное звание лучшей молодой государственной служащей России.